Люди, которые были в отношениях с кем-то и от мыслей «хочу вступить в брак с этим человеком» перешли к мыслям «кажется, мне нужно запросить запретительный судебный приказ». Что произошло? Она ударила меня по лицу, пока я спал. Как оказалось, ее разбудил мой телефон, когда на него посреди ночи пришло сообщение от девушки, которая спрашивала, есть ли хоть какой-то шанс, что я могу приехать за ней и забрать ее. Она решила, что я изменяю ей, и что самый эффективный способ решить ее проблемы – просто ударить меня изо всех сил по лицу, пока я сплю. Сообщение было от двоюродной сестры. У нее произошло что-то серьезное, и ее нужно было срочно забрать с вечеринки. Мы начали встречаться в старших классах. У наших отношений были свои взлеты и падения, но в то время я просто списывала на то, что мы еще просто слишком молоды. Когда я училась в колледже последние два года, я убедилась, что у него довольно серьезные проблемы. Когда я уехала на учебу в другой штат, было ощущение, что у него что-то переклинило. Он стал очень ревнивым и подозрительным. Хотел знать номера всех моих друзей, составил расписание, по которым мы должны созваниваться. А если я не следовала ему, он начинал презвонить и угрожать мне. В конце концов, я смогла добиться запретительного судебного приказа. Он пришел в квартиру моих друзей, разыскивая меня, угрожая, что позвонит в полицию, потому что я до сих пор не отдала ему одну пару его ботинок. На самом деле, у меня их не было. Мы проводили много времени вместе, и я оставалась у него дома несколько вечеров в неделю. Как-то раз он рассердился, потому что решил, что мы проводим вместе недостаточно времени. Он достал блокнот и набросал расписание в мельчайших подробностях, расписав каждый час, который отныне я должна проводить с ним в течение недели. Я отчетливо помню, как сидела молча рядом с ним и чувствовала, что попала в сериал «Сумеречная зона». Дальше все было только хуже, но этот момент отчетливо запечатлелся в моем сознании. Более трех лет мы поддерживали отношения на расстоянии, и в конце концов они начали сходить на нет. Она постоянно просила меня переехать к ней в США и бросить мой колледж, мою семью, моих животных, жить в качестве нелегального иммигранта и браться за любую сомнительную работу, которая могла мне подвернуться. А все ради того, чтобы быть с ней. Я говорил ей, что нужно подождать. Она очень расстраивалась каждый раз, когда я шел гулять с друзьями. Начинал атаковать мою стену в фейсбуке всякой фигней, присылать мне личные сообщения с пассивно-агрессивными оскорблениями и угрозами. Я порвал с ней и решил забыть о ней, но она снова и снова писала мне, предлагала остаться друзьями. Я пытался, но она время от времени срывалась и начинала оскорблять меня. Говорить, что я испортил ее жизнь, заставив ее думать, что она может быть достойна любви. Я отвечал ей, что она достойна любви. Она расстраивалась еще сильнее, мы прекращали общение. В прошлом году она снова написала мне. Мы расстались в 2013-м. И заявила, что я обязан перед законом жениться на ней, потому что пять лет назад я обещал ей сделать это. Следовательно, она ждет, что я прилечу и выполню свое обязательство перед ней. Мне пришлось ее заблокировать. Я была тогда юной и глупой. Мне казалось, что я очень влюблена, поэтому я проигнорировала много тревожных сигналов. Когда мы окончательно привыкли друг к другу, он перестал скрывать свой чокнутый нрав. Кто-то украл его телефон. И он попросил меня купить для него винтовку, чтобы он мог застрелить того человека, который сделал это. Я ушла от него лишь через полтора года. Я пыталась порвать с ним и раньше, но он сказал, что если я попытаюсь уйти от него, то он убьет всех, кто мне дорог, чтобы я поняла, что значит одиночество. Эти отношения закончились получением судебного ордера для защиты от домашнего насилия. Он был психом. Я встречалась с парнем, который поначалу казался очень милым. Примерно через полгода он стал вести себя как собственник. Он не доверял мне. Например, однажды вечером я сказала ему, что собираюсь встретиться с подругой, с которой когда-то работала вместе. Мы хотели пойти с ней в бар в квартале от нас. Мы жили в безопасном районе, идти было совсем недолго. У нее было такое имя, которое могло быть и мужским. Но я заверила его, что моя подруга девушка. Он пришел в бар, когда мы сидели там, из-за чего подруга подумала, что он не уверен в себе. Он начал отслеживать геолокацию моего телефона. Я узнала об этом, когда зашла в дом к родственникам по пути после работы. А он психанул и позвонил моей маме. Она с большим трудом убедила его, что я не изменяю ему. Последней каплей стала моя первая неделя на новой работе. Я работала по ночам. Мой телефон был при мне. Я получила очень длинное электронное письмо от него, где он рассуждал о невинном комментарии, который кто-то оставил в фейсбуке под моим селфи. Он прикрепил к письму скриншоты и написал, что все мои друзья в интернете хотят отнять меня у него. Когда я рассталась с ним, он несколько месяцев присылал мне электронные письма, в которых то извинялся, то обвинял меня в издевательствах над ним. Это было настоящее безумие. Я встречалась с парнем. Он очень мне нравился. Он был умным, веселым, активным. Наши отношения становились все серьезнее. Он, по сути, уже начинал жить в моем доме. Однажды на выходных я поехала домой, так как у моего папы был день рождения. Все мои братья были дома. Все пятеро. Мы выпили, и нам стало очень весело. Жена одного из братьев сделала несколько фотографий и опубликовала их в фейсбуке, отметив меня. В воскресном вечером я вернулась к себе домой. Вскоре должен был прийти мой парень, чтобы провести у меня ночь. Когда он пришел, у него чуть ли пена не шла изо рта. Он толкнул меня и назвал шлюхой. Продолжил толкать меня и ругаться о том, что я выставила себя шлюхой на весь интернет, что я тусую с кучей парней. Я сказала ему, что это мои братья. Но к тому моменту у меня уже больше не было желания продолжать с ним отношения. Сказала ему, чтобы он катился к черту из моего дома. Он воспринял это как просьбу прижать меня к стене и попытаться заставить меня поцеловать его. Моя соседка услышала шум и вышла из своей комнаты сбитой. После этого мудак принял единственное за весь день правильное решение – уйти из моего дома. Однако, выходя, он вышиб дверь кладовой и повредил гипсокартон. Я выбросила все его вещи в мусорку. Он в итоге много лет не оставлял меня в покое. Появлялся пьяным в тех местах, куда я переезжала после того, как расставалась с ним. Я меняла номера телефона, а он звонил на новые. А в день моей свадьбы он даже прислал мне сообщение, в котором предлагал подумать о том, чтобы отказать моему жениху и выйти за него. Конечно, придурок, так я и променяла главную любовь своей жизни на сумасшедшего сталкера. Мы познакомились в интернете. Мы оба любили видеоигры. Это сблизило нас. Через два года мы обручились. Все шло хорошо, пока он не начал проявлять жестокость по отношению ко мне и нашим домашним животным. Мне казалось, что я не могу уйти от него, так как у меня не было средств на самостоятельную жизнь. Он уехал в командировку, и я нашла спрятанную им флешку, в которой содержались видео с несовершеннолетними. Сдала его. Он был арестован. Сейчас он в тюрьме. А я, по закону, не имею права контактировать с ним. Худшим примером таких отношений для меня стали отношения с парнем, который несколько раз продаранил мой пикап своим фургоном, когда мы стояли в пограничном контрольно-пропускном пункте в Нью-Мексико. Было уже очень темно. Он считал, что это весело. Это стало для меня последней каплей. Он в целом вел себя плохо, но раньше я думал, что это просто стресс из-за переезда. После этого он преследовал меня несколько лет. Я перестал работать в юридических фирмах и начала работать в юридических отделах IT-компаний, поэтому меня стало труднее найти. Его преследования закончились взрывом моего почтового ящика. Думаю, после этого он затаился. Потому что его начали искать копы. В конце концов, годы спустя он вернулся в Калифорнию. Его бывшая девушка связалась со мной примерно 7 лет спустя, когда улаживала с ним имущественный вопрос. Она хотела убедиться, что у нас с ним нет детей. Много лет назад встречался с одной цыпой. Мне казалось, в ней было все, что я искал в девушках. Она была красивой, веселой, ей нравилось многое из того, что нравилось мне. Поэтому у нас было немало общих увлечений. Но при этом было достаточно несовпадающих интересов. Благодаря чему мы могли знакомить друг друга с чем-то новым. Я очень сильно увлекся ею. И она очень сильно увлеклась мной. Затем все стало немного... Странно. Она начала ревновать меня к школьным подругам, с которыми я был знаком намного дольше, чем с ней. Дошло до того, что она запретила мне проводить время с некоторыми моими подругами, не считая тех, кто был, по ее мнению, страшнее ее. Затем все стало хуже. Она начала ревновать меня к неодушевленным предметам. Таким, как игровые консоли, видеоигры, хотя некоторые из этих вещей были подарены мне ею самой. Это достигло критической точки, когда бабушка попросила меня несколько дней посмотреть за ее собакой. Это была крошечная карманная собака, которую я обожал. Однажды я лежал в полудреме и заметил, что она спихнула эту собачонку с моей кровати, буквально пнув ее. Я спросил, какого фига она творит? И она ответила, что ей не нравится то, что я уделяю собаке больше внимания, чем ей. Затем все стало еще хуже. Она прибегала к рукоприкладству, когда я делал что-то, что ей не нравилось. Выламывала мне пальцы, била по лицу и тому подобное. В конце концов, ей не нравилось уже все, что я делал. Спустя какое-то время я набрался смелости и порвал с ней. Она попыталась убедить меня, что ждет ребенка, чтобы удержать меня. Но эта ложь была совершенно очевидной. Позже я узнал, что она все еще пристально следит за моей страницей в Фейсбуке. Что она сказала некоторым своим друзьям и общим друзьям, что это я был абьюзером. Я также узнал, что когда меня не было рядом, она позволяла другим чувакам лапать ее и не только. К счастью, я в итоге нашел замечательную девушку, которая добра ко мне и которая не является ревнивой психичкой, как предыдущая. Начал встречаться с одной девушкой вскоре после разрыва с предыдущей. Я на пол и пнула 5-6 раз. Я спросил, что за фигня и узнал, что я, оказывается, постоянно смотрел на мою подругу. В общем, утром мы все поехали домой и я думал, что все наладилось. Мы высадили наших друзей у их дома. И когда я подвез свою девушку до ее дома, она подняла ногу и 3-4 раза пнула мое лобовое стекло, разбив его. Не знаю, почему после такого я продолжал встречаться с ней еще целый месяц. Но когда я добавил в друзья в фейсбуке старую школьную знакомую, она расцарапала мое лицо. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. А пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok